привет друзья ну мне там часто звонят или задают вопрос как нам узнать не этот ключ как консультацию получить или там как вас по вам попасть я говорю берите все бесплатно там берите ленту в ю тубе и просматривать вы просматриваете просматривайте просматривайте и ты вдруг найдете столько интересного столько полезных приемов принципов правил как подбирать собственные упражнения синхронизирующие что это вообще такое да что это дает кому какие упражнения подходят потому что вся наша задача это чтобы человек научился управлять своим состоянием сам мало нуждался в том чтобы ходить кому-то подставлять своему голову кому-то чтобы сам мог включать у себя внутреннюю аптеку чтобы сам мог снимать лишнее напряжение выходить на состояние творчества вот чтобы сам человек мог это делать это не означает что я не готов провести консультацию конечно проведу дело же не в этом дело в том что главная цель нашей школы чтобы каждый научился управлять своим состоянием сам в этом и суть метода ключ там есть новые принципы правил которые и помогают подобрать каждому именно свои упражнения и приемы которые снимают стресс автоматически а сам подбор этих приемов развивает креативность нашего мозга то есть развивает творческие поисковые качества чтобы могли любые вопросы решать эффективнее быстрее легче вот например сегодня у нас проблема проблема я вот например картину нарисовал свое время но целый год и рисовал но никак не мог я вот эту руку найти и эту руку найти но все время перебирал перебирал перелисовывал там столько слоев это с ума может сойти личные отношения они же очень сложные самые сложные во вселенной это личные отношения знаете что самое сложное личное время личное время потому что человек это гомозапиенс человек разумный для того чтобы он был разумным он должен иметь какое-то личное время вот для чего нам приемы ключа нужны приемы ключа нужны для того чтобы вы могли из суеты выходить из смятения и шквала эмоции из потрясения и страхов выходить из шаблонов мышлений стереотипов вот так выходить и думать своей головой и думать своей головой а вот это вот называется картина почему я показываю она называется милые у тебя температура вот посмотрите какое отношение личное да беспокойство о ближнем беспокойство это вечные человеческие ценности когда бы что-то не случалось у нас есть инстинкт самовыживания инстинкт выживания потом инстинкт сохранения близких чем выше уровень развития у человека чем шире масштаб мышления тем больше у него переживаний не только о себе близких но вообще чем выше тем и обо всем человечестве да это очень интересный момент и поэтому когда мы говорим о развитии человека о законах эволюции нам надо учитывать что мы говорим не о конкретном человеке всегда а мы когда говорим человек с большой буквы человек разумный поэтому у него инстинкт выживания тоже такой интересный постепенно процессе революции эволюции эволюции революции мозги происходит переходе количества в качество открывается новые новые уровни возможности сознания которые заложены во всей линии эволюции в каждом конкретном человеке открывается тем что инстинкт выживания переходит в такое состояние состояние созидания потому что когда мы что-то создаем мы тем самым помогаем всему человечеству вы смотрите пушкин до сих пор его нету а нам он помогает но все кто создавали что-то новое они создавали и новые направления новые школы все очень много чего создавать но сейчас я хочу сказать у меня есть новейшая модель работы мозга вы можете посмотреть на стрессу вы можете прочитать в книжке украшение стресс там у нас меню магазин есть и там можно ее увидеть в электронном виде потому что новая книжка выйдет сейчас поистину буквально скоро выйдет вот и там есть новые модели работы мозга в этой новой модели работы мозга если четыре базовых агрегатных состояния и пятое это переходные между ними нулевое состояние нулевое там раскрывается вы можете посмотреть почитать поинтересоваться но что интересно обычное состояние бодрствования там много доминант конкурирующих они нам позволяют думать то об одном то о другом и в то же время они не затрагивают процессов организма организм работает автоматически биоавтомат который в эволюции выработан за много миллионов лет а вот когда одна доминанта это уже не обычное состояние бодрствования это транс влюбились вы у вас одна доминанта или переживаете какое-то горе потерю близкого одна доминанта доминанта это фиксация внимания это максимальная сосредоточенность внимание на чем-то и вот тогда уже она зависимости от содержания влияет на процессе организма после конкуренции нет энергия мозга распределяется только на неё она уже влияет так вот мы постоянно живем эти четыре состояния и пятое переходное между ними нейтральное это как времена года все время происходит самообновление самообновление как обмен веществ природы мы постоянно живем то в трансе то не в трансе то в трансе то не в трансе то в промежутшем состоянии нулевом между сном и возрастом то в трансе то в трансе вот вы услышали какую-то новость впечатлились в трансе есть некоторые такие которые и ушли не могут из-за этого и у температура может подняться до испугались в трансе стресс это неуправляемый транс так задача нашей школы заключается в том что вы могли самостоятельно без всякой посторонней помощи сами когда вам нужно входить в транс для решения каких-то задач и выходить из транса вот же в чем дело то чтобы состояние вам было вашим помощником что вы не попадали в трансы непроизвольно спонтанно под влиянием разных причин обстоятельств своих даже эмоций что вы сохраняли ясность ума и трезвое смышление что вы были всегда трезвыми хотите в транс войти ну например вам нужно решить какую-то проблему неподъемную но не можете вот перепрыгнуть высокий забор вы можете войти в транс и представить себе вспомнить о том что другие то могут потом представить себе что за вами бежит бешеная собака его включится рефлексы выживания и они все ресурсы подтянуты вы так перепрыгнете вы потом будете стоять и думать как же смог перепрыгнуть в трансе был то же самое когда вы обучаетесь иностранному языку можно вызвать у себя трансовое состояние снять стресс вместе с этим снять доминанту которая вам мешала сосредоточиться допустим вы хотели обучаться иностранному языку а у вас доминанта но во первых вы не можете допустим такой большой объем а времени мало вы начинаете нервничать или допустим у вас нога болит но в каком-то другом состоянии вам нужно собрать все свои возможности направление обучения и тогда вы можете сознательно как говорят сегодня осознанно вызвать у себя состояние управляемого транса отбросить все вот эти посторонние мысли вам мешающие и сосредоточиться на работе да и вы не заметите как пять часов пролетит а выше до 8 будете изучать язык на этом же все построено методы интенсивного обучения и у китайгородской но и у других которые занимаются интенсивным обучением это погружение в определенное состояние но там за счет группы за счет предварительного настроя там и так далее с помощью ключа если вы владели вы раз взяли использовали эти приемы и вошли в транс то есть по существу мы обучаемся управлять своим собственным состоянием без помощи и воздействие со стороны чтобы мы могли быть сами сами хозяевами своем доме но это об этом мечтал и шульц который создал аутогенную тренировку об этом мечтали все которые создавали школу там и гуджи создавал и ой господи сколько их очень много очень много да с каждым роликом моим вы будете все больше и больше открывать для себя информации принцип правил и приемов которых нет других методов никогда не было с помощью которых сможете подобрать себе ключевые приемы с помощью которых снимается стресс вы ходите на творческое состояние а когда хотите включать у себя легкий транс для решения разных задач одним одной из которых является выбор или принять какого-то решения а другой задачей может являться ее реализации до чтобы обуреваемые созданные собой собственные доминанты несмотря ни на что добились своей цели да вот вот тот же в чем дело потому что ухтомский великий говорил кто управляет своей доминанты управляет своей судьбой правильно потому что ухтомский читайте ухтомский я очень люблю у нас школа великая я стою на плечах гигантов до встречи а